На несколько часов фойе клуба «Центр», что в 12-м микрорайоне, превратился в экспозицию авторских поделок. Все они – результат кропотливого творчества шести семей участников традиционного конкурса. Пока одни готовятся к выступлению, строгие судьи оценивают экспозицию. Несколько минут до начала мероприятия участники, конечно, волнуются. Но они уже сделали важный шаг и настоящий подвиг в своей жизни. Взяли на воспитание ребёнка, а некоторые – и не одного. У нас не видят в городе, в Иркутской области, на территории Российской Федерации, что ряд-то семей достаточно хороших, благополучных, достойно воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этот конкурс направлен как раз-таки на укрепление института семьи, на повышение авторитета приёмной семьи. Направлен на то, чтобы семьи обменялись опытом, поделились своими семейными традициями и ценностями. Ангарская семья Фарковых сегодня воспитывает двух мальчишек. Мама Елена – менеджер охранного предприятия. Папа Леонид – сварщик на заводе. Рустаму 11 лет, Артёму – 10. Мальчишки посещают авиамодельный кружок, изучают ментальную математику. Фарковых можно смело назвать спортивной семьёй. Велосипед, рыбалка, отдых на природе, походы всякие. Грибы собирать ходили? В том году. Может, и пойдём ещё в этом году? Конечно, пойдём. Ну, ещё иногда играем в футбол в парке. Ещё любим играть в бомбинтон, в теннис. Вот уже три года они каждый день делают зарядку. Причём, ну, Рустика, понятно, мы направили на этот путь, а вот Артём сам. То есть, сам они отжимаются, приседают. Рустика, когда к нам пришёл, он не умел ни отжиматься, ни приседать, не мог этого делать. Сейчас он свободно это делает. На презентациях участники демонстрировали авторские ролики, домашние задания и творческие номера. Из шести семей только одна станет победителем. Им предстоит нелёгкое испытание – участие в областном этапе творческого конкурса «Ассамблея приёмных родителей», который состоится в мае в Иркутске и будет приурочен Международному дню семьи. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время.